Автохамку оштрафовали, машину отправили на стоянку. Скандально известную Мара Багдасарян, которая по решению суда бессрочно лишена водительских прав, снова поймали за рулем. Девушка вела себя вызывающе и делала вид, что ничего не боится. Почему уже долгое время не удается найти на нее праву и сколько это еще будет продолжаться, разбирался Иван Литомин. Добрый вечер, инспектор 2-го спецбатальона, старшина от полиции, Чирык. Эти кадры словно из старого засмотренного до дыр кино. Все герои хорошо знакомые. Снова Москва, снова элитный серебристый Мерседес, снова остановлен посреди дороги сотрудниками ГИБДД и снова за рулем Мара Багдасарян. Так называемая одними мажорка с московских дорог, а другими автохамка считает себя настоящей звездой. И всерьез думает, что ее должен знать каждый полицейский, а потому ведет себя нагло и документы доставать не спешит. А где ваше водительское устремление? Ну, так вы не отдаёте? А? Кто вы не отдаёте? Кто вы не отдаёте? Нет, почему вы управляете транспортным средством без водительского удостоверения? Водительского удостоверения у Мары нет. Его изъяли пожизненно после скандала с погоней сотрудников ДПС за машиной Багдасарян. Тем не менее, мажорка все равно рулит. И, судя по всему, продолжает нарушать правила дорожного движения. Просто у меня третий раз уже, так как высомлю, так и я с вами. А ведь именно этот Мерседес Мара полмесяца назад выставила на продажу за баснословные 7,5 миллионов рублей. Объявление девушка опубликовала в своём инстаграме с подписью «Ни бит, ни крашен». Эксперты добавляют, не стоит. Сотрудники ДПС посадили Мару в свою машину, а люксовый спорткар на эвакуаторе отправили на штрафстоянку. У Багдасарян, по всей видимости, опять придётся заплатить штраф. Вот только 15 тысяч для мажорки наказание не просто нечувствительное, а смешное. Мара Багдасарян – фигурантка дела о лихачах на Гелендвагене. В мае 2016-го друзья устроили гонки с полицейскими, нарушая правила за правилом. За предельные скорости и полное презрение к безопасности своей и окружающих. Позже Мару неоднократно останавливали за несоблюдение ПДД. У так называемой автохамки скопилось огромное количество неоплаченных штрафов. И тогда суд приговорил её к обязательным работам. Но госпожа Багдасарян продолжает в своём духе. Административный арен, самое серьёзное административное наказание, для такого рода правонарушения, как мне кажется, стоило бы вводить. Не за первый случай, потому что иногда это будет слишком уже сурово. А вот за второй, третий, четвёртый и так далее, вполне возможно, попалось. Будь добра, посиди 15 суток. В отношении мажорки составлен административный протокол. Из отделения полиции после очередного задержания Багдасарян, скорее всего, уехала на такси. Странно, что в её популярном инстаграме нет публикации о путешествии на жёлтом автомобиле с шашечками. Такие истории для девушки, скорее всего, уже стали просто очередным приключением. И относится она к ним, видимо, соответственно, демонстрируя абсолютное презрение к закону и к мнению окружающих. Сама она, очевидно, уверена, что ей позволено всё. И каким бы не было решение суда, и какие бы претензии ей не предъявляли полицейские, на всё один ответ. Да, как мы с вами, так и я с вами. Иван Литомин, Ксения Борисова. Вести. Дежурная часть. Продолжение следует...